Солю, с вами Хьюман. И сегодня мы глянем, к чему приводит планомерный переход на пост эфира в жизни NVIDIA. Посмотрим на RTX 4090 в плане именно подтвержденного энергопотребления. Глянем на нынешнее время. Очень актуальный функционал в Телеграме. А это сейчас прям очень-очень важно. А под конец посмотрим и убедимся, что TSMC и дальше продолжает грести деньги лопатой. Ну что, вроде бы как был дефицит полупроводников. Проблемы с логистикой и там ряд других нюансов. Но в то же время компании, особенно NVIDIA, смогла заработать здоровенный капитал. Естественно, гендиректор NVIDIA в лице Дженсона Хуанга этому очень был рад. И вот 2021 год стал, естественно, сверхприбыльным и благотворным. Даже на фоне производства видеокарт именно для майнинга. Но, учитывая улучшенную логистику, учитывая большее количество карт и грядущий переход на пост, я про эфир. То, согласно официальным данным, доход от реализации подобных видеокарт за два первых месяца 2022 года снизился на 75%. Ну, в сравнении, естественно, с 2021 годом. А все это значит только одно. Крупные майнерские компании, которые закупали подобные графические процессоры, ну, в плане конкретно вот именно для майнинга, не только обычные видеокарты, они явно что-то знают, потому что вкладывать такие большие бабки сейчас никто особо и не хочет. То есть, вполне вероятно, что они знакомы со сроками перехода на пост, либо там какими-то другими подковерными играми. Именно по этой причине прекратили новые закупки. И более того, это значит, что NVIDIA будет вынуждена перенаправить графические чипы на игровой сектор, ну, скажем так, на обычные видеокарты, что, собственно, теперь и происходит. А значит, цены будут благоприятнее. Ну, во всяком случае, в экономически адекватных странах по типу Европы и Штатов. Друзья, буквально кратко скажу. Я сейчас потестировал там ряд платформ, и мне кажется, что как альтернатива на всякий случай, я буду подключать видосы еще и к Яндекс Дзен. Там со своим геморроем и проблемами, конечно, я не знаю вообще, есть ли в этом резон, но альтернатива будет лучше в нем. Потому что Рутюб, блин, я запустил туда велос 8-го числа, он обрабатывается там вплоть до 12-го, сегодня уже 13-го. Поэтому мне кажется, что это мертворожденная площадка, во всяком случае, на данном этапе. Плюс, может быть, еще там в Телеге будут всякие моменты, и вы дальше по видосу узнаете. А пока что вот альтернатива Яндекс Дзен, я оставлю вам ссылочку вот здесь, оставлю ссылочку под видосом, в закрепе и так далее. Плюс там в сообществе напишу, поэтому, если вам не впадло, подпишитесь на Яндекс Дзен, посмотрим, как там будет дальше. В Телеге я чуть позже продублирую. Там видосы ничем не отличающиеся, но очень-очень сильно нужна ваша активность, потому что, если не сейчас, то потом уже, как бы, может быть, будет и поздно. Поэтому буду очень вам признателен просто за подписку. И если есть желание, если есть время, просто поставьте там пару видосов, можете без звука, можете там вкладку свернуть, просто не проиграется, и там просмотры пойдут. Потому что тогда будет проще двигать проект. Спасибо, ребят. Что ж, в сети появилось еще одно сообщение, якобы видеокарты NVIDIA следующего поколения, ведется речь именно за RTX 4000 серии, будут прожорливы в плане энергопотребления. И хоть речь идет только о флагманских моделях, но сам факт мощности видеокарты в районе 600 Вт, ну вы понимаете, зимой холодно точно не будет. Во всяком случае, такой ваттаж подтверждает человек, который не раз и не десятки раз радовал нас своей инсайдерской информацией. И который, естественно, подтверждалось. И да, речь о человеке под ником Copied7Kimi. Конечно, как рассеиваться все это будет тепло, еще вопрос. Я понимаю, что, конечно, да, есть неплохой вариант для экземпляра в лице Asus ROG Strix. Я про RTX 3090. Но это все равно та еще печка. Так что для 4090 вполне возможно, что придется ставить уже охлаждение водяное, причем со старта. Собственно, да, мы с вами можем вспомнить и видеокарты от AMD, ну та же RX 6900 XT Tokstik Liquid от Sapphire. Она обладает мощностью до 400 Ватт, но уже тогда обладала и жидкостным охлаждением. Сразу, в стоке. Следовательно, да, можно, скажем так, пованговать, что Nvidia пойдет по тому же пути, выпустив свои графические процессоры следующего поколения и используя жидкостное охлаждение. Ну, как минимум для флагманов. Я, честно говоря, не понимаю пока, что как 4090 будет на вентилях охлаждаться и чтобы там поддерживать реально адекватную температуру даже в обычном режиме. Но, тем не менее, гадать не будем, это пока что еще в будущем. Но, что точно уже известно, если вы вдруг забылили или не знаете, то все видеокарточки серии RTX Ада Лавлейс 40 должны использовать разъем питания PCI-Express Gen 5. А значит, что даже TDP-шка в 600 Ватт карты все равно смогут обходиться лишь одним коннектом. Ну, потому что 16-контактный кабель питания вместе со слотом PCI-Express обеспечивает мощность до 675 Ватт. Теперь, ребятушки, пару слов про Telegram, именно его обновление. А в нынешней ситуации, в нынешнее время, это прям архиактуально. Причем, я говорю не за подписку на канал, хотя это тоже важно и дело благородное. Поэтому давайте там активность проявите, пожалуйста. Так вот, до сели в приложении не было менеджера скачиваний для отслеживания принятых файлов. Но теперь у разработчики устраняют этот недостаток. В новой версии на панели поиска появилась иконка, которая открывает этот самый менеджер. И как в приличных браузерах, здесь у пользователей будет возможность оставить загрузки на паузу или продолжить скачивание, а также устанавливать приоритеты разных загрузок. Короче, скажем так, такой загрузочный менеджер, как в браузере. Это комфортно. Но, вот ради чего я затеял всю эту идею с телеграммом. Там, собственно, есть еще ряд других обновлений. Там, захотите, поищите, почитайте. Самое главное и самое интересное, на мой взгляд, особенно сейчас, это стриминг-сервис. Появилась поддержка прямых трансляций из других приложений. Теперь группы и каналы могут подключаться к программам в типа OBS Studios и XSplit Broadcaster. Может быть, даже еще стримлапс можно будет. Я не пробовал пока что. Поэкспериментирую. Но вот как минимум две уже точно есть. Так что таким образом стримеры получат возможность создавать собственный телеканал внутри телеграмм. То есть, понимаете, да? Ютуб в миниатюре. Потому что сейчас непонятно, что там дальше-то будет. Так вот. Для этого просто нужно запустить новый видеочат в своей группе или прямую трансляцию на канале и нажать на чат с... Ну, это если вы вдруг захотите попробовать. И далее будет отображаться информация для подключения выбранного программного обеспечения. Как это, конечно, сейчас будет еще в смартфонах, надо будет потестить. Я пока еще не проводил, но с компа явно это получается. А вот с телефончиками посмотрим. Так что, да, на фоне нынешних вопросов с Ютуб и другими социальными платформами это интересное решение. И, ребятки, все-таки скажу, чтобы мы не теряли с вами связь, подписывайтесь на телеграм-канал. Спасибо, что в прошлый раз вы прям проявили очень большую активность для телеграма. Это прям очень приятно. Рад, что мы с вами на одной волне. Адекватным и добрым людям всегда рады в таких платформах. Ну и дай бог, будет время, возможности и все такое, мы с вами проведем тестовый стрим или трансляцию именно в телеге. Ну и крайняя новость на сегодня. В самом начале я вам сказал, что Nvidia теряет прибыль. Но вот у TSMC история диаметрально противоположная. Компания уже в прошлом месяце поставила рекорд по доходам. И теперь у нее есть надежда, что и весь год будет столь же успешным. Естественно, высокие спрос на видеокарты, процессоры, игровые консоли и смартфоны ну, позволяют ей увеличить свои заработки. И компания уже опубликовала предварительный отчет о доходах за первый квартал 22-го года. Который, естественно, закончится в марте, то есть еще явно будет обновление. Но вот тем не менее прогнозы у них уже есть, как и, собственно, фактическая прибыль. И в итоге, крупнейшее в мире предприятие по выпуску полупроводниковых чипов говорит о доходе за февраль, только за февраль, в размере 5,2 миллиарда долларов. Ребят, чтобы вы понимали, это самый высокий показатель в истории компании. Да, по сравнению с январем, он, конечно, ниже на 15%, но по сравнению с прошлогодним февралем, выше на 38%. Ну и не стоит забывать, что в феврале выходных меньше, нежели в январе. Ну, потому что есть такое понятие, как китайский новый год. А они там празднуют его, дай боже. Так вот, за первые два месяца нынешнего года доход компании составил 319,1 миллиард тайманских долларов. Это на 36,8% больше результата прошлого года за этот же промежуток времени. Ну а в марте компании рассчитывают на продолжение роста доходов, в результате чего ожидания от квартала пересмотрели в большую сторону. И вот, в последние два года TSMC выдают высокие финансовые результаты. Само собой, на фоне роста спроса на изготовление ее передовых чипов. Ну и ранее компания обещала, что в 2022 году она вложит 40 или 44 миллиарда долларов в модернизацию своих производственных мощностей. Это касается построения, естественно, новых заводов. И в то же время, на этот же день, и в то же время, на сей день, главным заказчиком остается все тот же Apple. Только одна компания генерирует им 26% доходов. И, кстати, недавно представленный процессор Apple M1 Ultra был произведен на TSMC при 4-нанометровом техузле. Причем, с применением усовершенствованной технологии 2.5D, ну, так называемый способ, чип на пластине на подложке. И еще и с кремниевой вставкой. Ну, а сейчас TSMC решила повысить цены на пластины, которые находятся на техпроцессах в 7,5 нанометров. И, да, по традиции, тут как всегда, на Apple это скажется в меньшей мере. А остальные заказчики могут получить увеличение цен ну, процентов на 10-20 с третьего квартала. Хотя, я уверен, что в конечном итоге все это переложат на расходы обычных покупателей в рознице. В итоге, по словам проекта TechSpot, TSMC рассчитывает получить рост доходов в этом году на 25-29%. Такие пироги. Друзья, на этом у меня для вас на сегодня все. Рад, что вы остаетесь на связи. Спасибо, что подписываетесь на телегу и поддерживаете проект. И также рад, что работает естественный отбор по отсеиванию неадеквата в проекте. Это хорошо. Ну, в общем, с вами был как всегда Хьюман и как всегда, если есть возможность, кайфовой вам игры. Субтитры сделал DimaTorzok и субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok